Достигай Израиль и весь мир Шалом Увраха, мир и благодать вам всем, мои дорогие. И пусть ваша вера идет от силы в силу, мира вам, когда вы будете принимать сегодняшнее послание. Дорогая моя Синтия Марджори, на Западе есть множество людей, которые называют себя христианами. Но при этом они считают оскорбительным навязывать свои верования другим людям. А что ты обо всем этом думаешь? И что ты скажешь об этой концепции, когда люди думают вот так? Я думаю, что чего-то не хватает в их откровении о Боге и о том, почему Он поместил нас на эту землю. Такие люди явно что-то упустили, но изучая Слово Божье и утверждаясь и укореняясь в слове, мы приходим к пониманию. Да это же просто невероятное послание жизни. Оно приносит жизнь мне. И Бог хочет, чтобы эту жизнь познали и другие. Мы начинаем понимать, что нужно как вода и еда. А знаешь, что помогает людям понять, что им нужно рассказывать другим о своей вере и о том, что Иешуа — единственный путь на небо? А знаешь, что подталкивает нас к этому посвящению? Это понимание еврейских корней нашей веры и мессианских пророчеств в Танахе, то есть Ветхом Завете. Баруха Шам, мы продолжаем изучать тему мессианских пророчеств. Это уже четвертый сезон. Я рекомендую вам посмотреть предыдущие сезоны и предыдущие выпуски. Это третий выпуск четвертого сезона. Изучение мессианских пророчеств — это нечто большее, чем академическое изучение. Когда мы видим божественное происхождение Слова Божьего, мы понимаем, что Мессия исполнил это Писание, и это укрепляет нашу веру. Я понимаю, что в прошлых выпусках я уже говорил об этом, но я хочу, чтобы это крепко укоренилось в вас, и чтобы вы поняли, насколько серьезна ситуация в нашей современной культуре. Апостольские доктрины Отцов Церкви, апостольские доктрины авторов Нового Завета настолько деградировали сегодня. Церковь пошла на столькие компромиссы, что если мы не вернемся к записанному Слову Божьему, то будем как шелуха, носимая ветром. Слово Божие освящает нас. Иешуа сказал, «Слава, о которой говорю я вам, суть Духа Жизни». А в Новом и Ветхом Завете записаны Слава Бога. То есть мы разбираем Слово Бога, а именно пророчество в Танахе или Ветхом Завете о Мессии. Как он будет выглядеть, когда он придет, чьим потомком он будет. То есть он будет из рода Авраама, Исаака, Иакова, Иуды, Давида и так далее. А где он родится? Каким будет его служение? Ответы на все эти вопросы есть в еврейской Библии. И в этой серии программ мы разбираем все то, что мы видим в Ветхом Завете. А потом сравниваем, как Иешуа исполнил все это в Брит Хадаша или в Новом Завете. Опять отмотаем немного назад. И я хочу еще раз сказать, что это не просто интеллектуальное знание. На самом деле, такое изучение укореняет нас в Слове Божьем. А когда мы видим, как Иешуа исполнил то, что сказано в еврейской Библии, когда мы видим, как Слово Божие утверждено в истории, я имею в виду, что Иешуа действительно приходил. Это исторический факт. А еще он полностью исполнил те ветхозаветные пророчества с просто невероятными деталями. Иными словами, обычному человеку ни за что не удалось бы исполнить все эти пророчества. Это возможно лишь в том случае, если бы приход Иешуа был исключительно сверхъестественным. И как раз два выпуска назад мы разбирали сверхъестественное – рождение Иешуа. Мария забеременела от Святого Духа, и рождение Иисуса стало кульминацией нашей веры, которая началась с Авраама и Сары, которые родили Исаака тогда, как это было невозможно из-за их пожилого возраста. Аврааму было сто лет, а Саре – девяносто. И они уже не могли иметь детей. Но поскольку Бог сделал чудо, они смогли зачать ребенка, хотя с научной точки зрения это было просто невозможно. А насколько необычнее было рождение Мессии, самого уникального существа на планете. Конечно же, его рождение должно было быть сверхъестественным. И мы говорили об этом пару недель назад. Мы собрали все это вместе. Но ценность этого понимания не только в том, как вы можете связать одно местописание с другим, а в том, что вы укореняетесь в Слове. Я хочу вернуть вас обратно к Слову, к апостольской вере. Только потому, что это делают все, не означает, что это правильно. Если мир говорит, что так жить правильно, это не делает такую жизнь правильной. Если мир считает, что это нормально, то это еще не означает, что это на самом деле нормально. Нам нужно вернуться к апостольской вере и к тому, что говорит Слово Божие. Видя, как Иисус исполнил все эти пророчества, ваше сердце и разум получают подтверждение истинности Слова Божьего. Ну а теперь возьмите эту уверенность в Слове Божьем и примените ее ко всему остальному. Не важно, что говорит пастор или какая-то группа или что происходит в христианской культуре, что по этому поводу говорит Слово Божие. Сегодня многие христиане не повинуются Богу, но при этом хотят переживать Бога, чтобы чувствовать себя хорошо, и для этого они просто включают усилители на своих собраниях. Но это короткий путь. Истинное помазание не приходит от использования усилителей во время прославления. Это очень мелкое мышление. Истинное помазание приходит от повиновения Слову Божьему. Библия говорит, что Бог дает Святого Духа тем, кто Ему послушан. Дух Святой — это дар, и мы возрастаем в Его силе через послушание. Итак, сегодня, когда я покажу вам мессианские пророчества и то, как Иешуа исполнил еврейскую Библию, возьмите эту уверенность в правоте Божьего Слова и перенесите ее на ваше отношение ко всем сферам вашей жизни. И не ищите коротких путей. Это так не работает. Мир никогда не поведет вас по Божьему пути, потому что мир выбирает компромисс. Но Иешуа сказал, узок путь, ведущий к жизни. Лишь немногие найдут его. Итак, давайте перейдем к Слову Божьему и обретем уверенность из него. Я призываю вас прислушиваться к Духу Святому, а не быть случайной жертвой этого мира. Потому что в этот период многие люди отпали от веры. И Иисус предсказывал это. Но эти люди думают, что они правы, потому что все вокруг говорят им об этом. Но нет, друзья. Давайте вернемся к апостольской вере. А где найти эту апостольскую веру? В книге, которая называется Библия, Павел сказал, «Если кто-то придет к вам с другим Евангелием, не с тем, что я принес вам, тот пусть будет проклят». Ну ладно, пора заканчивать вступительное слово. На прошлой неделе мы остановились на сверхъестественном рождении Иешуа. Я показывал вам, что еврейская Библия, а именно книга пророка Михея, предсказала рождение мессии Вифлееми. Это просто удивительно. Михей сказал, что тот, кто родится в Вифлееме, будет из вечности. Иешуа был не просто человеком, он был Богом и человеком. Он Альфа и Омега. Он Бог в человеческом обличии. И Матфей цитирует слова Михея, рассказывая о рождении Иешуа в Вифлееме. Он цитирует это древнее пророчество, чтобы читатель пришел к выводу, что Иисус тот самый, и мы должны следовать за ним. Мы должны взять его крест, положить свою жизнь и следовать за ним. Другого пути нет. Иешуа сказал богатому юноше. Юноша сказал, «Я стараюсь быть хорошим, я стараюсь жить правильно. Я верю, что ты тот, о ком говорят пророчества. Я верю, что ты исполнил мессианские пророчества. Я верю тебе». Что мне делать дальше? И это вопрос к нам с вами сегодня. Мы видим, что Иисус исполнил пророчество. Он родился именно так, как предсказал Михей. Он родился сверхъестественно, как и было предсказано в Писании. У Исаии сказано, «Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Итак, мы видим, что Иисус исполнил все эти пророчества, а потом говорим, «Да, Господь, так что же мне делать?» Как спрашивал и богатый юноша из Библии. А что ответил ему Иешуа? Он сказал, «Иди и продай все, что у тебя есть, а потом иди и следуй за мной». Богатый юноша ушел опечаленный. Он не смог ничего сделать. Что это значит? Иешуа говорит, «Если вы хотите следовать за мной, то будьте готовы отдать все, жизнь, репутацию и все, что вы считаете своей поддержкой в жизни, все, что придает вам уверенности, чувство безопасности или надежности. Помимо меня, пока вы не оставите все это, вы не сможете следовать за мной по-настоящему». То же самое сказал и Павел. Он сказал, «Я еврей из евреев, обрезанный на восьмой день из колена Вениамина. Учился у лучшего учителя того времени, Гамалиила». Но все это считаю мусором ради познания Иешуа и силы его воскресения. Итак, если мы уверены, что Иешуа — это исполнение библейских пророчеств, то какой должна быть наша ответная реакция? Просто радость от того, что ветхозаветное Писание совпадает с новозаветным? Нет, друзья. Этого недостаточно. Теперь, когда мы уверены, что Иешуа исполнил ветхозаветные пророчества, мы должны принять его вызов, тот вызов, который он бросил богатому юноше. Иешуа сказал ему, «Тебе нужно оставить все, что ты считаешь приобретением, и тогда следовать за мной. Тогда ты сможешь быть с моим учеником и пережить вечную жизнь, которую я пришел принести». Как видите, это не просто академическое изучение. Давайте позволим мессианским пророчествам привести нас к посвящению в вере. Давайте следовать за ним, потому что другого пути просто нет. Иисус сказал, «Если мы не возьмем его крест и не отречемся от себя, мы просто не можем быть его учениками». Иисус сказал, «Блаженны нищие духом, ибо они унаследуют Царство Божие». И я хочу спросить вас, возможно, в вас есть дух гордости, который не желает повиноваться Иисусу. Возможно, это гордость и дух религии мешают вам прийти к Иисусу. Если вы осознаете это, то поднимите свою руку. Отец Небесный, ты видишь эти руки. Они говорят, «Боже, я нуждаюсь в Тебе. Я не считаю себя лучше Иисуса и не считаю себя лучше других. Вместо этого я благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня». И мы говорим так же, как говорил Давид. «Сотвори во мне чистое сердце и Дух Правый обнови внутри меня. Внутри меня». Ладно, давайте сразу же перейдем к следующему мессианскому пророчеству. Это Малахия 3, глава 1 стих. «А вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. А вот он идет, говорит Господь Саваоф. Малахия 4, глава, 5 стих. «Вот, я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Что же такое мессианское пророчество? Это пророчество, которое евреи получили за сотни лет до прихода Мессии. А тут сказано, что перед приходом Мессии придет ангел или посланник Илья и приготовит для него путь. Еще раз, перед приходом Мессии на землю, «Вначале придет пророк Илья и приготовит для него путь, то есть подготовит мир к его приходу». А вот почему каждый год на еврейскую Пасху, и возможно некоторые из вас бывали на таких пасхальных праздниках, или как мы их называем на еврите, на седерах, а вот почему на пасхальном обеде мы оставляем за столом пустое место. Это пустое место предназначается для Ильи. Почему мы это делаем? Мы верим, что хотя Господь вывел евреев из Египта еще четыре с половиной тысячи лет тому назад, но Он спасет нас снова, когда придет Мессия. И мы ждем нашего следующего Избавителя. Моисея Бог использовал, чтобы вывести израилитян из Египта. А мы ждем еще одного Избавителя и знаем, что этот новый Избавитель не придет, пока не придет Илья и не объявит о его приходе. Скажу еще раз, в книге пророка Малахии мы прочитали, что перед приходом Мессии придет Илья и объявит о его приходе. Еврейский народ навсегда признал это пророчество мессианским. Именно поэтому за пасхальным столом есть место для Ильи. А еще во время пасхального седера кто-то из детей бежит к двери дома, чтобы удостовериться, не идет ли Илья. Все это указывает на то, что мы ждем прихода Ильи и его объявления о том, что Мессия уже здесь. Итак, когда пришел Иешуа, евреи начали спрашивать, если ты Мессия, так где же Илья? Мы же знаем, что о приходе Мессии должен объявить Илья. Если ты Мессия, так почему же не было Ильи? И в Евангелии от Матфея, 11 главе, 14 стихе, Иисус отвечает, если хотите принять, Он, то есть Иоанн, Креститель, и есть Илья, которому должно прийти. Евреи говорили Иисусу, что Он не может быть Мессией, потому что Илья так и не пришел. Но Иисус говорит, а вот и нет, Он пришел. Йоханан или Иоанн, Креститель, и есть Илья. А теперь послушайте, что Иешуа сказал в Евангелии от Матфея, 17 главе, с 10 по 13 стих на эту же тему. И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илье надлежит прийти прежде. Иисус сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Он намекает и на свое второе пришествие. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Давайте послушаем, что сам Иоанн сказал о себе в Евангелии от Иоанна. Это первая глава, 23 стих. Он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. Он говорит об исполнении пророчества Исаия, о том, что перед Мессией придет посланник от Бога. Во всем этом я вижу просто поразительную полноту. Как еврей, используя эти материалы, я хочу выступить против неверия некоторых евреев в то, что Иешуа это и есть Мессия. Меня это настолько беспокоит и расстраивает, что с тех пор, как я принял Иешуа как своего Спасителя, в 1978 году, это уже 42 года, меня будто бы исключили из моего народа и больше не считают меня евреем. Вы видите, как Иешуа исполнил все эти мессианские пророчества, и поэтому мы говорим, что Иешуа и есть Мессия, который должен был прийти. Мы провозглашаем, что Иешуа и есть царь Израиля. Он единственный Мессия, который у нас когда-либо будет и был. Но поскольку я и другие евреи верят в Иешуа, другие евреи не считают нас теперь больше евреями. А вы знаете, что еще печальнее? К сожалению, даже в церкви есть люди, которые смотрят на меня и на других евреев, как я, которые приняли Иисуса своим спасителем, даже христиане, смотрят на верующих евреев, как я, как на тех, кто больше не является настоящими евреями. Так как же так? Если Иисус и правда еврейский Мессия, а я еврей, принял его, то как кто-то может сказать мне, что теперь я больше не еврей? Почему церковь не считает еврейских верующих настоящими евреями? Скажите мне, неужели нужно не верить в Иисуса, чтобы христиане считали тебя настоящим евреем? Разберитесь с этим бревном вашем глазу? Так многие из вас смотрят на меня. И вы говорите, он не настоящий еврей, потому что он верит в Иисуса. Это просто неслыханно. Если Иисус, еврейский Мессия, если когда Он висел на кресте, под Ним висела надпись «Иисус из Назарета царь иудеев», если Он действительно тот, кем Он себя называл, если Он вернется и откроется всему миру как царь иудеев, то как я, еврей, который поверил в Него, больше не считаюсь евреем. Некоторым из вас нужно задать себе этот вопрос. Я родился евреем, воспитывался как еврей, появился на свет у еврейских родителей. Я на 100% еврей-ашкенази. Это означает, что мои предки из Европы. У меня была бармитцева в консервативной синагоге. Все мои друзья были евреями. Я настоящий еврей, я верю, что Иешуа, еврейский Мессия и царь Израилем. Я все еще еврей. Вот почему я отрастил эти пейсы. Таким образом, я заявляю, что можно быть евреем и верить в Иисуса, а еще верить в Иешуа. Это самое прекрасное, что может сделать еврей. Шалом вам! Завершим передачу благословения. В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Я ва рехехе Яве ва ишмаре я я эр Яве панав и леха виху не ха Иса Яве панав и леха панав ве асэм леха шалом Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиля благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии, узнавая еврейского Иисуса, достигая Израиль и весь мир. В следующем выпуске программы вы узнаете, как научиться понимать мессианские пророчества, чтобы стать более посвященными в своем хождении с Господом. Не пропустите этот захватывающий эпизод. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина. Снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служении, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Хочу призвать вас быть честными с самими собой перед Господом. Многие из нас подчинили ему разные сферы нашей жизни, но есть еще сфера, неподчиненная Богу. Помню, когда я был в школе, нам дали микроскопы и попросили рассмотреть что-то на слайде. Вначале ничего не было вида, но когда мы настроили линзу и мощность, мы вдруг увидели на этом слайде маленькие живые организмы. Понадобилось усиление в виде линзы, чтобы мы смогли что-то увидеть. Некоторые из вас чувствуют сейчас обличение Святого Духа насчет ваших финансов. Он включил свое увеличительное стекло и показывает нам, что мы должны подчиниться Господу и доверить Ему свои финансы. Друзья, пока мы на этой земле, мы можем делать добро, и все мы должны сеять в Царство Божие и в распространение Евангелия. Если вы искренне верите в это служение, что оно от Бога, то посейте в нас, и Бог обязательно вознаградит вас за это. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой подписаться, чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.